ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ В СТРАНЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ Здравствуйте, Василий Андреевич! Привет, ребята! Здравствуй, Сонечка! А со мной поздороваться не хочешь? Ой, привет, Флинт! А я тебя сразу и не увидела! Хочешь сказать, я стал незаметным? Нет, я... Мои перья поблекли! Нет, Флинт! Я уже не выделяюсь на фоне полок! Да нет, Василий Андреевич! Да что с ним? Да я же ничего такого не сказала! Похоже, наш дорогой попугай Флинт сегодня не в духе Ну вот! Это я-то не в духе? Ерунда какая! Просто кругом враги! Я это точно знаю! Кто-то, что-то против меня злоумышляет! Это мы, значит? Враги? Никогда не стоишь! Может, и вы! Вот так сюрприз! Дружишь годами с попугаем, а в один прекрасный день он называет тебя врагом! Ладно, Флинт, сражайся со своими витринными мельницами, а мы с Соней лучше о чем-нибудь более интересном поговорим! Ой, а что за мельницы? Ну, витрины! Ветер дует, лопасти крутятся и заставляют двигаться жернова, которые мелят муку! Как сложно! А разве у нас в школе есть мельница? Нет, Соня, ну зачем в школе мельница? Ну, вы же сказали, что Флинт сражается с витринными мельницами, и зачем с ними сражаться? Ах, вот оно что! Нет, ну это такое выражение, оно означает, ну, сражаться с несуществующими врагами! Странно! И почему именно мельницы? Ну, просто не читала одну книгу, она называется «Хитроумный Дальго Дон Кихот Ламанчский» Это по-английски «Дон Кихот»? Английская книга про горячего осла? Не совсем Или это что-то вроде «Хот Дога»? Да нет, английский тут вообще ни при чем Автор книги – испанец Мигель де Сервантес Саведра А «Дон Кихот» – это имя главного героя этой книги Дон – это, ну, знатный человек в Испании Надо же! А что значит «Идальго»? И кто он этот, Дон Кихот? Ну, «Идальго» называли в Испании человека благородного происхождения Но он был рыцарем во времена, когда рыцарей уже, ну, не существовало Ой, как это? Ну, понимаешь, он очень много читал Так это же хорошо! Я тоже много читаю! А уж вы-то… Нет, он читал много рыцарских романов И в какой-то момент решил и сам стать рыцарем Надо сказать, что выглядело он довольно глупо Почему? Рыцари симпатичные Соня! Ну, да что там объяснять? Давай книгу откроем и прочитаем Согласна! А про мельницы там будет? Ну, конечно, но не сразу Надо же сперва с героем познакомиться А потом уж и о подвигах узнаем Ура! Тогда давайте знакомиться с Дон Кихотом Итак, наш рыцарь отыскал пыльные доспехи своих предков Сел на старого хромоногого коня, которого он назвал Рассенантом И приехал на ближайший постоялый двор Это что-то вроде дешевой гостиницы А теперь откроем книгу на том месте Где хозяин постоялого двора Оказывает прием странному гостю Стало быть, подхватил он Ложе вашей милости, твердый камень Бденье до зари ваш сон А коли так, то вы смело можете здесь остановиться Уверяю вас, что в этой лачуге Вы найдете сколько угодно поводов Не то что одну ночь Весь год не смыкать глаз С этими словами Хозяин ухватился за стремя И Дон Кихот спешился Хотя это стоило ему немалых трудов и усилий От того, что он целый день постился Затем он попросил хозяина Не оставить своими заботами И попечениями его коня Ибо, по его словам То было лучшее из травоядных Хозяин, взглянув на Рассенанта Не обнаружил и половины тех достоинств Какие видел в нем Дон Кихот Однако же отвел коня в стойло И тотчас вернулся узнать Не нужно ли чего-нибудь гостю С гостя же Успевшие с ним помириться девушки Снимали доспехи Причем снять нагрудник И на плечи им удалось А расстегнуть ожерельник И стащить безобразный шлем К коему были пришиты зеленые ленты Они так и не сумели По-настоящему следовало разрезать ленты Ибо развязать узлы Девицам оказалось не под силу Но Дон Кихот ни за что на это не согласился И так потом до самого утра И проходил в шлеме Являя собой нечто в высшей степени Странное и забавное И пока девушки снимали с него доспехи Он, думая, что это знатные сеньоры Обитательницы замка С великою приятностью читал им стихи Был неслыханно радушен тот прием Который встретил Дон Кихот У дам прекрасных Из своих земель приехав Фрейлины пеклись о нем О коне его принцессы То есть о Росинанте Ибо так зовут моего коня сеньоры Меня же зовут Дон Кихот Ламанческий И хотя я должен был бы поведать вам Своё имя не прежде, чем его поведают подвиги Которые я намерен совершить Дабы послужить вам и быть вам полезным Однако ж соблазн применить старинный романс О ланцелоте к нынешним обстоятельствам Вынудил меня поведать вам Кто я таков раньше времени Впрочем, настанет пора Когда ваши светлости будут мною повелевать Я же буду вам повиноваться И доблестная моя длань Поведает о моей готовности служить вам Девицы, не привыкшие к столь пышной риторике Хранили молчание Они лишь осведомились, не желает ли он покушать Вкусить чего-либо я не прочь, отвечал Дон Кихот И, сдается мне, это было бы весьма кстати Дело как нарочно происходило в пятницу И на всем постоялом дворе Не нашлось ничего, кроме небольшого запаса трески Которую в Кастилии называют Абадехо, в Андалузии Бакальяо, в иных местах Курадильо, в иных Форелькой Дон Кихота спросили, не угодно ли его милости За неимением другой рыбы отведать форелик Побольше бы этих самых форелик Тогда они заменят одну форель Рассудил Дон Кихот Ибо не все ли равно Дадут мне восемь реалов мелочью Или же одну монету в восемь реалов Притом очень может быть, что форелька Настолько же нежнее форели Насколько телятина нежнее говядины А молодой козленок нежнее козла Как бы то ни было, несите их скорее Ведь если не удовлетворить Настойчивой потребности желудка То и бремени трудов А равные тяжелых доспехов На себе не потащишь Стол поставили у ворот Прямо на свежем воздухе А затем хозяин принес Дон Кихоту Порцию плохо вымоченной И еще хуже приготовленной трески И кусок хлеба не менее черного И не менее заплесневелого Чем его доспехи И как же тут было не рассмеяться Глядя на Дон Кихота Который наотрез отказавшись Снять шлем с поднятым забралом Не мог из-за этого поднести Ко рту ни одного куска Надлежало кому-нибудь другому Ухаживать за ним И класть ему пищу в рот И эту обязанность приняла на себя Одна из дам А уж напоить его Не было никакой возможности И так бы он и не напился Если б хозяин Не провертел в тростинке дырочку И не вставил один конец ему в рот А в другой не принялся лить вино Рыцарь же, чтобы не резать лент Покорно терпел Все эти неудобства Я думала, он рыцарь Рыцарь А он смешной такой Он что, правда думал, что рыцари Никогда не снимают шлем Вот глупенький Люди и большие глупости совершают И не только люди Да, Флинт? О, неужели Обо мне кто-то вспомнил Какой приятный сюрприз Да ты, наверное, уже забыла За чего дулся А мы тут про Дон Кихота читаем Ха, это книга о том Что нельзя слишком увлекаться книгами Да А я думала про смешного человека Который хотел быть рыцарем Ну, каждый свое видит И это хорошо Эта книга была задумана Как пародия на рыцарские романы Пародия? Ну, пародировать Значит, повторять что-то Выделяя самые узнаваемые Обычно смешные черты Но можно пародировать человека Или произведение А, значит, когда Флинт дразнится Он на самом деле пародирует? Разумеется Ну вот А роман Сервантеса Пародия на романы Которыми тогда все зачитывались Тогда появилось множество романов Про средневековье И большинство из них были написаны Ну, не самым лучшим образом Странно А сейчас про рыцари мало кто читает Ну да, мода сменилась Зато многие читают детективы Или фантастику Ну, представь Если бы сейчас кто-то Начитавшись книг о пришельцах Решил, что он инопланетянин Переоделся бы в странный костюм И стал бы так разгуливать по городу Это было бы ужасно смешно Представляете Такой зеленый С рожками Ну, примерно так же воспринимался Во времена Сервантеса И Дон Кихот А что это за времена такие? Я как-то не очень хорошо знаю историю Но мне казалось Рыцари были не так и давно Ну, тогда давай я немного расскажу О писателе и о времени Когда он жил Мигель де Сервантес Аведра Родился в середине 16 века В Испании Он был четвертым из семи детей Семеро детей? Ого! Как в сказке про козлят Точно! Мигель очень любил Италию И некоторое время жил в Риме Ему очень нравилась Старинная архитектура И поэзия Значит, истории про рыцаря Ему тоже нравились? Ну, думаю, если бы они ему Совсем не нравились Он бы не стал о них писать Ну, даже пародию Мигель де Сервантес Служил в войсках Плавал на военном корабле Храбро сражался Его несколько раз ранили После этого он не мог Двигать левой рукой Бедняжка! В одной из своих поэм Он написал, что Пожертвовал своей левой рукой Ради славы правой А! Он имел в виду, что Писал в своей книге Правой рукой? Конечно! Но это еще не все Когда он возвращался домой На корабль, на котором он плыл Напали корсары Кто такие корсары? Ну, это наемные пираты Они не сами по себе Плавают и грабят А служат одной из воюющих сторон И вот эти корсары Захватили корабль И Сервантес пять лет Был в алжирском плену За это время он четыре раза Попытался сбежать Но безуспешно А как же он спасся? Его выкупили Заплатили много денег За его освобождение Вот такая вот непростая судьба А теперь можно вернуться К ветряным мельницам Ой! Я же чуть не забыла о них Еще бы! И так уже знакомый нам Рыцарь Дон Кихот И его оруженосец Санчо Панса Странствуют и совершают подвиги Давайте почитаем, пожалуй Самый известный отрывок Из романа Сервантеса Хитроумный Дальго Дон Кихот Тут глазам их открылось Не то тридцать, не то сорок Ветряных мельниц Стоявших среди поля И как скоро увидел их Дон Кихот То обратился к своему оруженосцу С такими словами Судьба руководит нами Как нельзя лучше Посмотри, друг Санчо Панса Вон там виднеются тридцать Если не больше чудовищных великанов Я намерен вступить с ними в бой И перебить их всех до единого Трофеи же, которые нам достанутся Явятся основою нашего благосостояния Это война справедливая Стереть дурное семя с лица земли Значит верой и правдой послужить Богу Где же вы видите великанов? Спросил Санчо Панса Да вот они С громадными руками Отвечал его господин У некоторых из них Длина рук достигает почти двух миль Помилуйте, сеньор Возразил Санчо То, что там виднеется Вовсе не великаны А витряные мельницы То же, что вы принимаете за их руки Это крылья Они кружатся от ветра И приводят в движение мельничные жернова Сейчас видно неопытного искателя приключений Заметил Дон Кихот Это великаны И если ты боишься То отъезжай в сторону и помолись А я тем временем вступаю с ними В жестокий и неравный бой С последним словом Не внемля голосу Санчо Который предупреждал его Что не с великанами едет он сражаться А вне всякого сомнения С ветряными мельницами Дон Кихот дал Росинанту шпоры Он был совершенно уверен Что это великаны А потому Не обращая внимания На крики оруженосца И не видя, что перед ним Хотя находился Совсем близко от мельниц Громко восклицал Стойте! Трусливые подлые твари Ведь на вас нападает Только один рыцарь В это время подул легкий ветерок И заметив, что огромные крылья мельниц Начинают кружиться Дон Кихот воскликнул Машите, машите руками Если бы у вас их было больше Чем у великана Бриорея И тогда пришлось бы вам Поплатиться Сказавши это Он всецело отдался Под покровительство Госпожи своей Дульсинеи Обратился к ней с мольбою Помочь ему выдержать Столь тяжкое испытание И, заградившись щитом И пустив Росинанта в голоб Вонзил копье В крыло Ближайшей мельницы Но в это время Ветер с такой бешеной силой Повернул крыло Что от копья Остались одни щепки А крыло Подхватив и коня И всадника Оказавшегося В весьма жалком положении Сбросило Дон Кихота На землю На помощь ему Во весь ослиный мах Поскакал Санчо Паунца И, приблизившись Удостоверился Что господин Его не может пошевелиться Так упал он С Росинанта Ах ты, господи Воскликнул Санчо Не говорил ли я Вашей милости Чтоб вы были осторожнее Что это всего-навсего Ветряные мельницы Их никто бы не спутал Разве тот, у кого Ветряные мельницы Кружатся в голове Помолчи, друг Санчо Сказал Дон Кихот Должно заметить Что нет ничего Изменчивее Военных обстоятельств К тому же, я полагаю И не без основания Что мудрый Фрестон Тот самый, который Похитил у меня книги Вместе с помощником Превратил великанов В ветряные мельницы Дабы лишить меня Плодов победы Так он меня ненавидит Но рано или поздно Злые его чары Не устоят Перед силою Моего меча О, это уж Как Бог даст Заметил Санчо Панса Он помог Дон Кихоту встать И усадил его На Росинанта Который тоже был Чуть жив Ой-ой-ой Вот так битва А вдруг это И правда были великаны Все может быть Тебе нравится Роман Мигеля де Сервантеса Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламанческий Да Ну, конечно Дон Кихот Очень смешной Рыцарь Но в нем Есть что-то милое Еще Я теперь знаю Что значит Сражаться с ветряными Мельницами Дон Кихот Часто ведет себя Странно и безумно Но цели у него Самые благородные Он хочет помогать Бедным Защищать слабых Хотя многих И смешат его Странные порывы И заковыристые речи Мне уже пора Спасибо за новую книгу До свидания, Сонечка До свидания Пока, Флинт И ребята Всем пока И не крушите Ветряные мельницы В стране Литературных героев Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин